Ребят, всем привет! Сегодняшнее видео заключается в токарных работах. О конкретней. Буквально на днях мне пришли пластинки. Даже точнее не пластинки, а резец и пластинки. Державка под сменные пластинки. Державка и пластинки. Я давно хотел приобрести себе эту державку и эти пластинки. И чуть-чуть поработав этим инструментом, я был в восторге. Как я и думал. Результат просто идеальный. И кому интересно, тема металлообработки. Не переключайтесь, а я начинаю. Вот такая вот державка под треугольные пластинки. Державка на 20 мм высота. В мой станок можно и на 25 мм установить державку, но смысла не имеет. Под державку 20 мм я подкладываю 2,2 мм пластинку. И сменная пластинка на державке четко по центру. Сами же пластинки вот такие вот. Треугольные, со стружкой ломом. Три рабочих стороны с одной стороны. Перевернули. Три рабочих стороны с другой стороны. Очень удобно и надолго хватает. Это проверено. Цена этих пластин 994 рубля. Покупал я на Алиэкспресс. Ссылки я оставлять не буду, это не реклама. Маркировка пластин. 994 рубля стоит 10 пластинок в коробочке. Я купил сразу 10 коробочек. 100 штук. То есть одна пластинка это 6 рабочих сторон. В моем случае 100 умножить на 6. 600. Теперь работать, работать и работать. Друзья, как я и сказал в видео, это не реклама. Я хочу просто вам показать, на что способны эти пластины. Работать мы будем на моем замечательном станке. Металлмастер X40100. По оборотам 550 оборотов в минуту. Тест мы будем производить на автоподаче. 0,002 наоборот. Установим пруток патрон токарного станка диаметром 30 миллиметров. Для начала произведем торцовку заготовки. Ну а потом посмотрим, на что же способны эти пластины. Для начала, наверное, было бы целесообразно облагородить пруток. Но я этого делать не буду. В данном случае эта сторона пластинки уже поработала. Менять я ее тоже не буду. Можно перевернуть на другую сторону, но я этого делать не буду. Давайте для начала облагородим пруток, но уже на автоподаче. И съем на сторону 3 миллиметра. По оборотам 550 оборотов. Подача 0,002 наоборот. Снимаем на сторону 3 миллиметра. Выставился пауцы. По параметрам забил диаметр прутка 30 и 10 миллиметров. Выставился на 24. Снимаем 6 миллиметров на диаметр. Ну или 3 миллиметра на сторону. Без проблем, но чуть-чуть начинает наматывать стружку. Не знаю, что за сталь. До этого я пробовал. Ломает прям сразу, потому что на этой пластинке стружка лом. А тут что-то не ломает. Будем пробовать дальше. Сейчас попробуем снять 6 миллиметров на сторону. 12 миллиметров на диаметр. Может быть потому, что сторона пластинки уже подизносилась. Но все равно будем пробовать, не меняя сторону пластинки. 6 миллиметров на сторону. 12 миллиметров на диаметр. 6 миллиметров на сторону. Так, выставляем. Тут 12. То есть 12 миллиметров на диаметр. Ну давайте вот так. 11,980. 12 миллиметров на диаметр. Пробуем. 12 миллиметров на диаметр. Теперь мне интересно попробовать 14 миллиметров на диаметр. Это 7 миллиметров на сторону. Значит получается, вот сюда мы на сторону добавляем миллиметр. А это 2 миллиметра на диаметр. Мы снимали до этого 12 миллиметров на диаметр. Будет 14 миллиметров на диаметр. но это конкретный тест сейчас померим то что у нас стало это что у нас было но как мы мерили с вами до этого пруток 32 миллиметра там 30 и 20 но пускай 30 миллиметров и сколько у нас стало 957 956 957 но фиг с ним пускай будет 10 миллиметров и было 30 то есть мы за один проход на диаметр сняли 20 миллиметров на сторону 10 миллиметров допускай качество обработки не ахти но если нам нужно будет сделать большой съем из большого диаметра на малый мы оставим в плюсе пускай миллиметр за раз пройдем большой съем чтоб по 10 раз нам не тыкаться ну и миллиметр оставим на чистовую я считаю 20 миллиметров на диаметр это хороший результат а вот такая вот стружечка у нас выходит резцом и пластинкой я доволен на более твердых стали он ведет себя совсем по-другому обработка более чище качественней этот же пруток наверное st3 ну или какая-нибудь другая сталь видно по обработке она вязкая но все равно друзья за раз пройти такие размеры 20 миллиметров на диаметр я считаю это просто супер друзья результатом я доволен мой станок о мощности по потребляемой мощности 2 и 2 киловатта имея хороший режущий инструмент правильно подобранные обороты и правильно подобранную подачу можно добиться вот таких вот результатов 20 миллиметров на диаметр съема была заготовка 30 миллиметров в диаметре стала 10 миллиметров в диаметре и это не в нагрузку станку по крайней мере в моем случае хороший режущий инструмент и не обязательно иметь станок который ест 12 киловатт мой станок мне очень нравится я доволен ну а на сегодня у меня все и надолго я с вами не прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями всем пока субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok